Время сумасшедшее, как же оно мчится? Хотя говорят учёные, что это мы мчимся, а время вечное. Так вот, да такой-то цирканный такой весь круг. Вот если вам сказать, что такое успех в 5 лет? Успех в 5 лет – проснуться с рукем в постели. Успех в 17 лет – суметь провести ночь с женщиной. Успех в 25 – найти хорошую жену. Успех в 45 – карьера, работа. Успех в 55 лет – найти хорошую жену. Успех в 65 лет – суметь провести ночь с женщиной. Успех в 65 лет – проснуться с рукем в постели. Знаете, я ужасно не люблю, когда про возраст. Я не люблю, хотя мужчины, как говорят, жизни не удалось, если коньяк, который вы пьёте, старшей женщиной, с которой вы спите. Вот им не нравится про возраст говорить. Я считаю, дорогие женщины, что возраст – это не то, что мы там себе назначаем. Вообще, для меня у женщины возраст приходит, ну, проходит вот это когда молодость. Да, я говорю, когда косметичка постепенно становится аптечкой. Я недавно сижу на скамейке в парке. Сидит рядом со мной мужчина, читает книжку. Мне хочется же как-то поговорить. И я говорю, простите, что вы читаете? Он говорит, историю. Историю, так историю. Пускай читает. А я тихонько посмотрела на обложку. Написано секс. Я говорю, ну что же вы говорите, что вы читаете истории? Там же написано секс. Так он говорит, для меня это уже история. Когда не войдешь в комнату, смотри. Кот на диване и муж на диване. Валера, от тебя шерти на подушке больше, чем от кота. Посмотри, у кота подшерсток под шерсть и есть. А ты стремительно лысеешь. Хотя идите вы одно и то же. Ну что, что, что ребенок на полу, Валера? Ну что, ребенок на полу? Ну что это такое? Окно открыто, у него спинка голая. Что это такое? Ну и что, что ему 24 года? Он что, для меня перестал быть ребенком? Масечка, ты еще скажи, что я должна его перестать купать в ванне. Ну что ты хочешь, что ты хочешь? Что ты хочешь? Новую игрушку в ванне? Какую игрушку? Какую ты хочешь игрушку? Какую? Ты слышал, что ребёнок сказал? Он хочет резиновую тётю. Боже мой, боже мой, всё, всё, замолчали все. Я вас собрала по очень важному делу. Мы будем искать Серёжу, Серёжей, невесту. Да, Серёжка, да, мой, да, мой дорогой. Мы поищем, послушайте, решение будет общим, но приму я его. О, я тебе сказала, посмотри тебе, я говорю, посмотри. Так объяснять буду я, смотри. Как только мама найдёт тебе хорошую девочку, я тут же куплю тебе трёхспальную кровать. Да, трёхспальную. А что ты думаешь, мама оставит его наедине с какой-то чушкой тёткой, да? Не кричи на меня, Валера, не кричи. Хорошо, хорошо, оставлю, ради бога, хорошо. Хорошо, что мне трудно к стенке повернуться будет, а? Боже мой. Ну всё, ну всё. Просто не знаю. Но я просила тебя подготовиться. Ну я просила, Валера. Кого? Кого ты сказал? Светочка? Боже мой. Это же длинная жесть. Она такая высокая и худющая, что когда она в зоопарке кормит жирафов, жирафы не могут до неё дотянуться. А потом, чем она будет кормить наших детей, а? Каким молоком? Там молока не хватит даже это, смазать губы таракану. Ну что ты говоришь, ну что ты говоришь? Называй кого, кого-нибудь, кого? Жанночку? Ой, я сейчас с ума сойду. Это ж, эту Жанночку, это ж, она ж, это ж, она что, она толстенькая? Это конь и лян Мурцова, толстенький. А Жанночка пошла дальше. Её папа считает, что у неё идеальная фигура. Её папа математик, а у неё идеальная фигура. Это шар. Ох, эта Жанночка худела два месяца, худела. Два месяца она ходила в спортзал. За два месяца, знаете, сколько она потеряла? Шесть тысяч долларов. О, ой, я устала с вами. Всё, 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 я хочу отдохнуть. Мама, больше сил уже нет, Боже мой. Мама, тебе жизнь и даёт тебе, мама, и тебе всё отдаёт, всё дала. А ты не вспомнишь, да? Когда мама тебя отпустила в институт, и когда твои эти пошлые эти сокурсники приезжали в институт на всякие эти там, пугать, и мостики всякие эти. Мама, единственное тебе принесла в институт на саночках. У всех глаза были как тарелки от зависти, потому что это было лето. Где тут лимон и где соль. Пойду к соседке пить текилу. Борщ и котлетки на плите. Барсик всё знает, он вам покажет. Всё, я пошла, я устала от вас.